Девчонки, всем привет! Решила для вас заснять болталочку. Да, да, ты мой сладкий. У кого ушки болят? Ой, сейчас приедет муж. Он боится. Он даже не подходит, потому что боится вот этой штуки. Будем чистить уши. В общем, заказали новую такую приблуду ему для чистки ушей. Называется Оттифри. Посоветовала наша... Да хватит тебе головой. Ухо прям болит у него опять. Ну что такое? Застудил или что он? Оттифри вот такой посоветовала заводчица. Говорит, самое лучшее для чистки ушей собак. Ну, может быть, и кошек, наверное. И кошек, да. Девчонки, в общем, это такая болталка анонс. Короче, я над своим мужем издеваюсь как могу. Не знаю, что с волосами делать. Прям и так, и сяк сегодня никак. Никак не хотят ничего. Злая, как сто бизонов. Сейчас скажу. Злая, как сто бизонов. Сняла сегодня обалденное видео про акне. Оно получилось такое содержательное. Такое терапевтичное. Короче, девчонки, пятый раз гружу. Ничего не загружается на YouTube. Ну, ничего не загружается. Я не знаю, что делать. Короче, я надеюсь, что вы его посмотрите, потому что вот я прям горжусь этим видео, я вам честно скажу. Так вот. Значит, и без макияжа, потому что вот снимала видео, ну, знаете, снимать видео про борьбу с акне с макияжем, это как мне кажется... Да ты мой мальчик с уголовкой трясет. Это, как мне кажется, дурной тон какой-то. Ну, в общем, анонс. Я уговорила мужа. Мне кажется, такая классная идея. Девчонки, мне от вас нужно, чтобы вы мне написали как вам такой формат, будет ли вам интересно такое смотреть. Короче, посажу мужа, буду давать ему ароматы, я ему напишу такую подсказочку, и он будет, ну, как бы угадывать, будет описывать. У нас, знаете, такая будет школа юного парфюмера. Я ему буду помогать, естественно. В общем, мне кажется, это так прикольно. Я это, кстати, нигде не подсмотрела, ничего. Это, знаете, моя такая, моя авторская задумка. Но я, как всегда, и вот эти мои идеи, это просто за гранью добра и зла. Короче, девчонки, напишите, прикольно будет вам или нет такая школа юного парфюмера. В общем, если это видео про акне загрузится, на что я очень надеюсь, я прям злая, как 100 бизонов. Девчонки, там у меня, в общем, не обращайте внимания, маникюр у меня просто, ну, это вообще, это просто ужас. Я прошу прощения. Ну, хоть у меня один отвалился. У нас в поселке, где я живу, нет мастеров. В плане хороших мастеров практически нет. Вот я хожу к одной девочке, но у нее запись, вы сами понимаете, очень плотная. Поэтому вот я как попаду, так попаду только вот завтра, во вторник, хотя записалась уже больше недели. Ну, к ней вообще просто, к ней не попасть. Так что вот завтра пойду переделать свои ногти. Что-то с собакой точно не то. Услышите, как он головой? Как он головой? Все нормально было. Че он опять? Вот я не знаю. Девчонки, короче, про, хочу сказать еще про мусс Кашмир. Я его, в общем, разносила. Мне он так стал нравиться. Но муж, все, он мне категорически сказал, я, говорит, не хочу это вообще видеть больше на тебе. В общем, представляете, вчера, я им душусь каждый день, мне так он стал нравиться. Кто смотрел видео про мусс Кашмир, девчонки, не смотрел кто, посмотрите, я там 30 минут метаморфоз называется. Короче говоря, вчера пришла я домой, куда-то я ходила там, не помню, в общем, куда-то я ходила, прихожу домой, муж ко мне подходит, обнимает меня, значит, целует и такой, это что, бакара? А он бакару терпеть не может, просто, не переваривает, потому что он ездит в электричке, вот сейчас лето, и все дамы почему-то надушиваются этой бакарой. Я не понимаю, зачем это делать летом, честно, я не понимаю. Но, в общем, они все в этой бакаре, еще это жара, и еще-нибудь реплика, ну, в общем, это что, бакара? Я говорю, да бог с тобой, какая бакара? Это этот самый же шейк, мусс Кашмир, этот шейк. Ну, он там уже не помнит, что у меня там шейк, не шейк. Он говорит, фу, бинты какие-то вообще, бинтами воняет, опять этим зубоврачебным кабинетом. Я говорю, да бог с тобой. Ой, короче, девчонки, похоже, он реально звучит, как бинты в шейке, я не знаю. Ты успокоишься или нет, осранец? Короче, он реально звучит, как бинты, но я на себе его так не ощущаю. Я говорю, что, правда, прям бинтами, он говорит, еще хуже, чем бакара на тебе звучит, представляете? Я так расстроилась, но пользоваться буду все равно. Хотя муж мне сказал отвратительно, ужасно, мерзко, и чтоб больше ты этим не душа. Ну, понимаете, это боль в парфманьяка просто. Так что вот такие дела, и еще, девчонки, короткая болталка, я просто вот почему снимаю, хочу спросить ваше мнение по поводу, анонс такой делаю, по поводу видео с моим мужем, потому что, я так понимаю, работа будет проделана, у него будет проделана огромная, знаете, интеллектуальная работа, поэтому я думаю, вообще, стоит ли игра свеч? Я его уговорила, это самое главное. Осталось дело за малым, все это снять. Девчонки, последнее, что скажу. Короче, я наткнулась на ютюбе, на блогершу, кореянку, вот, она по-русски разговаривает, ну, довольно хорошо, понятно, что макцент и все прочее, но она такие классные ролики записывает, девчонки, про корейскую косметику, вот у нее было видео, я сейчас смотрела, она ходила в Золотое Яблоко, они там смотрели все корейские хиты, и она говорит, вообще, говорит, в Корее уже вообще этим не пользуются. Потом там, значит, этот хит-пенка Тони Молли, говорит, это вообще самая ужасная пенка, в Корее уже ее не продают, она очень плохая, ужасный состав, короче, все эти наши на российском рынке пенки, вот эти корейские популярные, она говорит, это ужасно и опасно, и там опасные составы. Она посмотрела все якобы популярные бренды, что в Золотом Яблоке представлены, говорит, ой, да это вообще в Корее уже давно нет, и, в общем, посмотрела, говорит, патчи, что корейские, говорит, у нас вообще кореянки патчами не пользуются. Потом, значит, про вот этот гель Алоя, она говорит, кореянки не пользуются гелем алоэ, потому что он сушит кожу, там какой-то компонент содержится, который сушит кожу, в общем, говорит, только вот после загара кореянки используют, потом она сказала, что все у нас кореянки, и дети, и бабушки, и дедушки, все используют СПФ, и говорит, почему вот русские, да, пренебрегают, в общем, девчонки, я оставлю ссылку на ее канал, естественно, это никакая не реклама, какую я могу сделать рекламу, у меня 300 подписчиков, условно говоря, а у нее 800 тысяч, понимаете, какая тут может быть реклама, просто мне так понравилась, она такая милашка, она реально, она смотрит эти тиктоки про корейскую косметику, там, ну, говорит, что ага, вот это правда, вот это типа так мы не делаем, там, про макияжи корейские, ну, вот вообще вот все, потому что я корейскую косметику люблю, и я понимаю то, что сейчас вот у нас столько развелось этой косметики, она вот в Золотом Яблоке смотрит, говорит, иероглифы, да, говорит, да я не понимаю, что это за иероглифы, она говорит, я понимаю, что для, ну, для СНГ, да, она говорит, я не понимаю, что это написано, это вот просто этот балдык, какие-то иероглифы, Ну, то есть, девчонки, кто любит корейскую косметику, вот тоже, да, кому интересно, пройдите, посмотрите. Она некоторые бренды, вот которые у нас в России представлены, как бы хвалит. То есть, говорит, что да, вот нас в Корее тоже такое покупает. То есть, там надо вот реально, кто вот хочет корейский уход себе сделать качественный, вот она говорит, что какие бренды, то есть, чтобы, ну, иметь хоть представление, чтобы не покупать. Потом Limani, якобы корейский, это же наша российская марка, оно делают в Корее. И она вот сказала, что да, состав хороший, она купила Limani вот эту эссенцию увлажняющую и говорит, да, состав хороший, нанесла, говорит, да, приятно. И делают на заводе, на котором делают неплохую корейскую косметику. В общем, девчонки, в трех словах не объяснить, там видео у нее куча, я оставлю ссылку, проходите, смотрите, вообще, девчонка просто обаяшка, вообще такая классная, мне очень понравилось. А, и еще там в Золотом Яблоке керасис, она увидела стенд и такая, ага, вот хороший, хороший. И я такая, знаешь, сразу думаю, что, ага, ну я тут тоже керасис люблю, мне так приятно стало. Вот. В общем, девчонки, как-то так, маленькая, короткая болталка, я говорю, я злая, как 100 бизонов с этим, я сегодня, ой, девчонки, я с этим видео про акне, я, наверное, часа три потратила. Я говорю, у меня сегодня муж уехал в город, что я посвободнее. Я тут обед уже вот сейчас приготовила, он приедет, ну ужин уже приготовила, сейчас он приедет, буду кормить. Ну, то есть, время было. И, вы представляете, три там или сколько-то я потратила времени, то есть, я же переснимаю, девчонки, вот я же такой человек, я же не могу. Я, поскольку одним дублем люблю снимать, ну, короче, я не люблю монтаж вот этот, мне надо, чтобы одним дублем. Вот, в всяком случае, что касается болталок, я люблю одним дублем. Я же все раз вечно пересниму, 20 минут записала, посмотрела, что-то мне не понравилось, я давай переснимать. Потом, ну, то есть, мне надо, чтобы все у меня было четко, я дева по знаку зодиака, мне надо, чтобы у меня все было четко, по полочкам, разложено. Ну, и, короче, в итоге я сняла, вроде мне все итог понравился, девочки, не грузит, вы понимаете, не грузит. Ну, в общем, надеюсь, что вы это видео увидите, пожалуйста, отблагодарите меня лайком, поддержкой, я, правда, очень старалась. Да, а ты мне помогал? Так что, вот такие вот дела, мои хорошие, спасибо вам, что вы меня смотрите, я вас целую и обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok